Короче, друзья, что происходит? Сейчас Соболь у нас немножечко не хочет подчиняться требованиям журналистов и немножечко покатать их, потому что сломался замок. Ну что, друзья, всем привет! Вы снова на канале Тракстиви. Мы продолжаем показывать и рассказывать вам о грузовиках и автобусах. Ну а сегодняшний ролик у нас будет посвящен тест-драйву автомобильчика, который мы снимали еще год назад, но на канал я его не выпускал. Почему-то мне показалось, что эта машина будет не очень интересна вам, но недавно в одном из роликов я обволовался, что мы вот эту машину снимали и в комментариях, естественно, посыпались гневные отзывы, что такое, почему ты эту машину нам не смонтировал и не показал. Друзья, исправляюсь, тем более сейчас необычайный интерес к отечественному автопрому, чем он там живет, чем дышит. Я на самом деле не знаю, какова судьба вот этого Соболя 4х4 в исполнении школьного автобуса, будет ли он серийно производиться, не будет. Короче, меньше слов, больше дела. Погнали смотреть! Ну что, друзья, у нас тем временем подошло время для обзора вот этой вот замечательной машины. Она сейчас оставила неизгладимые ощущения и впечатления у предыдущих журналистов, кто на ней уже покатался. Они мне особенно рекомендовали прокатиться именно на этой машине. И это Соболь 4х4, то есть полноприводная машина, предназначенная для перевозки детей. Компания Промтехо гордятся этой разработкой, потому что они сделали сидение с системой креплений Isofix, который позволяет перевозить совсем маленьких деток. Сейчас салон мы подробнее рассмотрим, но и пару слов. Несмотря на то, что машина уже по своей конструкции, все ее прекрасно знают как облупленную, но тем не менее повторение, мать учения, как говорится. Итак, полный привод, спереди мост, сзади мост жесткий, на рессорах. То есть, ну, естественно, это все подключается, отключается, блокируется. То есть, по умолчанию машина у нас заднеприводная, и мы можем подключать непосредственно передний мост. У нас есть понижайка. В общем, это серьезный автомобиль, который очень круто себя чувствует на бездорожье. И отлично зарекомендовал себя по внедорожных вылазкам. Итак, какие особенности в конструкции этого автобусика? Во-первых, это кузов, изготовленный из композитных материалов. То есть, здесь вот это вот все легонькое. Где-то использован пластик, но каркас здесь алюминиевый для того, чтобы максимально снизить массу этого автомобиля. Стекла здесь вклеены. И за счет того, что ширина здесь идеально подогнана под ширину кабины, кузов не выступает за границей. И поэтому у нас для водителя сохраняется отличная обзорность назад. Если рассматривать с точки зрения качества изготовления, то, в принципе, как и на остальных машинах, которые мы снимали, это скорая медицинская помощь и Largus. То где-то прям очень хорошо, все классно. Где-то прям действительно нужно прям вот дорабатывать. Дорабатывать и уделять внимание качеству сборки непосредственно. Качество сборки, подгонки деталей, чтобы вот это не топорщилось. Итак, ну а начинаем, конечно же, обзор пассажирского салона со входа. Вход здесь открывается вот такая ручка. Снизу автоматически выезжает ступенька, которая облегчает вход и выход в салон и из салона. На двери располагается желтый яркий поручень. Но сама дверка, видите, фиксируется не очень хорошо. Если, например, будет дуть ветер или, например, вот так вот дернуть поручень, не в ту сторону, дверь будет закрываться. Поэтому здесь нужно либо как-то кинематику механизма, либо мощность вот этого запора пересмотреть. В салоне здесь 15 мест сидения с вот такими четырехточечными ремнями безопасности. Но толку от того, что они четырехточечные, если здесь нет инерционных катушек, потому что вот они вот так висят, и их нужно регулировать. И, как показ практика, никто этим особо не занимается. В лучшем случае кое-как там накинули для виду, да, а то и вовсе никто не пристегивается. То здесь, я считаю, что должны быть все-таки с инерционными катушками ремни, чтобы можно было удобно пристегиваться, и чтобы вот эти вот ремни вот так плетью здесь не валялись. Вот видите, вот это сидение расстегнуто, и вот этот ремень уже просто болтается по полу. Если смотреть по качеству стыка, допустим, вот линолеум, отбортовочка, подогнано неплохо, окей, пусть будет. Вот сверху располагаются металлические шляпные полки, сюда можно, собственно, рюкзаки, они с углублениями сделаны, все верно, чтобы это на поворотах не вывалилось и по головам не ударяло детишек. Значит, сверху светодиодная подсветка, приточно-вытяжная вентиляция, вот этот грибочек. На заднем ряду, собственно, продемонстрирована система крепления детских кресел изофикс, и вот четыре кресла для малышей в задней части салона установлены. Есть небольшие вот здесь подиумы, которые закрывают арки. Ну, а в целом довольно широкий кузов, это гораздо лучше, я считаю, чем цельнометаллическая машина, в которой места очень мало. Ну и, конечно же, это машина в первую очередь для, скажем так, труднодоступных сел, деревень, из которых деткам приходится ездить. Но, например, возникают еще вопросы, вот что вот это за подлокотники. Это, конечно, никуда не годится. Во-первых, они тоненькие, узенькие, они действительно травмоопасные, и либо их вообще не должно быть, либо их нужно поменять на нормальные, безопасные и удобные подлокотники, чтобы детишкам было удобно. Ну, здесь, как бы, наверное, и все. Давайте перейдем уже и оценим эту машину с точки зрения водителя, где, собственно, и основные вопросы к этой машине и имеются. Ну что, друзья, вот мы и забрались в салон Соболя 4х4 для перевозки деток. Так, где у нас тут? Выключаем печку. Давайте сразу двигатель запустим. Ох, да, ребят, вот если сравнивать Газель Next и вот старую Газель Соболь, Соболь новый, кстати, должен вот когда-нибудь наконец-то появился. Кстати, Газель Next выпускается уже сколько лет, а Соболем разродиться завод никак не может. И вот, наконец, наконец, 2022 года Соболь НН появился в продаже. Да, как уже говорил, революции здесь не случилось. Соболь НН, по сути, это укороченная Газель. Это все так же задний привод. Единственное, что односкатная ошиновка у нас задней оси. Автомобиль также идет на полноценной раме. И по-прежнему это максимальная унификация со старшей модели. Под одним из предыдущих роликов разгорелись жаркие дебаты в комментариях. Нужен ли Соболю все-таки задний привод или нужен передний привод? Нужна ли ему полноценная рама и высокий уровень пола? Или передний привод, интегрированные рамы и низкий уровень пола? В общем, предлагаю всю эту дискуссию перенести все-таки в комментарии. Здесь на этом останавливаться подробно не будем. А тем временем у дилеров эти машины появились в продаже. Значит, вот сейчас в Люберцах у официалов стоят две машины. По крайней мере, на автору объявлениях об этом сказано. Цена 2 648 000 рублей. Значит, что предлагается? Это машины на дизелях 2,8 с новой шестиступенчатой механикой газовской. Значит, комплектация по сравнению со старым Соболем. Естественно, прям самолет в самолетище. Это припусковой обогреватель, круиз-контроль, АБС, ЕСП, запуск с кнопки, электронный ручник. И написано, что мультируль, хотя на фото руль просто голый, как коленка, и никаких кнопок на нем не наблюдается. В общем, ссылку на автору я аккуратненько кладу в описании. Кликайте и перейдете прямиком на подборку новых Соболей. Ну а потом обязательно возвращайтесь, потому что мы продолжаем обзор. Значит, это у нас мультимедиа газовская. Ну, конечно, здесь прям все вот эти дефлекторы болтающиеся, плохо фиксирующиеся. Горит уже лампочка АБС, машина новая, 235 километров пробега. Климат. Ну, здесь все, в принципе, остальное стандартное. По серийным машинам мы все это видели и знаем. Ну что, давайте, я пристегиваюсь. Да, конечно, сколько лет уже этому салону. Ведь в свое время, когда появилась рестайлинговая газелька с фарами-капельками, все такие, вау, ничего себе. После газельки образца 1994-1995 года это прям был вау. Но сейчас это, конечно, все старое такое. Металлические рычаги, управление трансмиссией. Ладно, давайте потихонечку поедем. Так, да, кстати, стеклоподъемники здесь до сих пор весельные, веслами, веслами крутим. Немыслимое количество оборотов нужно сделать, чтобы повернуть стекла. Ну, поехали. Ох. Старый ОМЗ двигатель. Он не просто старый, он древнючий. Он чуть моложе динозавров. Так. Лязганье, шестеренок в трансмиссии. И он не хочет ехать. Он просто не хочет ехать. Газ в пол сейчас, ребят, газ в пол. Ёлки-палки. Это, конечно... У-у-у-у-у-у. Не, товарищи, это так дело не пойдет. устрашающие просто крены ёлы-палы это что-то ребят вот так вот рулем делать на этой машине нельзя это просто опасно мне конечно ребята которые уже прокатились на машине говорили что она как не валяшка но не настолько друзья тут конечно дело такое небезопасно я вам скажу так может быть здесь нужно подкачать пневму ну-ка так я сейчас качаю пневму потому что машина просто вот так раскачивается да я вот не вижу например сколько здесь от надо выходить отстегиваться чтобы посмотреть сколько там давление ой 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 тут давление вообще просто зашкаливает так сделал 4 бара сделал 4 атмосферы ну что попробуем так ох ты появилась сразу продольная раскачка товарищи кошмар когда газ уже отправит на пенсию этот мотор это ужас же громкий шумный прожорливый неэффективный но до чертиков дешевый ох нет ребята это ужас просто это просто я сейчас спустил подушки до приемлемых 4 атмосфер и она просто раскачивается это реально опасно то есть переставку на этой машине я бы делать не рискнул и в поворот в быстрый тоже бы я не стал заходить я на 40 сейчас поворачиваю ощущение елы палы ну во первых здесь из-за того что это полноприводная машина шасси рама стоит высоко относительно дороги и плюс у нас вот этот кузов хотя он легкий сам по себе и очень высокий центр масс получается и подвеску здесь надо переделывать то есть можно машину наделить ох это же просто катастрофа ребят нет здесь определенно нужно как минимум ставить мощные стабилизаторы поперечной устойчивости иначе на этой машине детей ввозить я бы не рискнул безусловно в том виде в котором машина была представлена журналистом ей на дороге общего пользования лучше не выезжать и уж тем более не пытаться на ней перевозить детей по крайней мере пока туда не будут установлены стабилизаторы поперечной устойчивости и не будут проведены полноценные дорожные тесты в том числе тесты на поведение автомобиля в экстренных ситуациях в экстренных режимах ну а в целом как задумка этот автомобильчик весьма и весьма неплох не знаю какая дальнейшая судьба этой задумки этого концепта но тем не менее если мы рассматриваем особо 4 на 4 как автобусик для отдаленных сел и деревень то он очень и очень неплох потому что соболь даже в стоковом исполнении с завода это очень хорошо подготовленный автомобиль для бездорожья если сравнивать его с другим российским полноприводным легким коммерческим автомобильчиком имеется ввиду с уазиком буханкой то конечно же соболь 44 стоит на три порядка выше и пока по современности конструкции и по комфортно но если мы говорим про модули про модульность конструкции вот этого автобусика то в отличие от цельнометаллического конечно же с точки зрения пассажира эта машина интереснее потому что здесь салон шире здесь салон получается выше и конечно же там гораздо комфортнее нежели в обычном цельнометаллическом переделанном в автобус в общем друзья на этом все традиционно дизлайк отписка а пока всем пока и